Привет друзья! Наконец-то приступим к монтажу фальцевой кровли. Я сразу скажу, что это не профессиональный монтаж, так как делаю его в первый раз и своими силами. Замки в кровле будут клик-фальц, а у карниза не будет загиба картины. Листы буду укладывать поверх карнизной планки, что значительно упрощает монтаж кровли. Затем выполню монтаж коньковой и торцевых планок. Вот про это сегодня и поговорим, и покажу с какими трудностями можно столкнуться во время монтажа фальцевой кровли. Кровлю делал в несколько этапов, но в этом видео соберу все вместе, чтобы картинка была более наглядная. Но прежде давайте немного вспомним, что было проделано. Очень коротко. Там, где угол кровли составлял 38 градусов, по контрабрешетке набил обрешетку шагом 100 миллиметров, а где угол был 14 градусов, выполнил сплошную обрешетку, как говорит производитель. Затем с помощью рубанка снял перепады в обрешетке, где это было больше 3 миллиметров. Смонтировал кронштейн для крепления водосточного желта и прикрепил генту против насекомых ептид. Все это можно посмотреть в предыдущем видео, но я продолжу монтаж. Наконец-то выдался солнечный день, что уже радует. Начну монтаж кровли со слухового окна. Тут есть немного своя особенность, так как угол небольшой, всего 14 градусов, то контрабрешетка не давала зазор между водосточным желобом и карнизной планкой. Поэтому надо было выполнить кронштейны под желоб, консольно и уже по ним кидать карнизную планку. А теперь самое сложное, это уложить первый лист, чтобы он дал 90 градусов между листом и карнизной планкой и при этом, чтобы край кровли не уходил в сторону. Для этого буду использовать египетский треугольник. Его стороны 3, 4, 5 дают угол в 90 градусов, но не обязательно использовать именно такие значения. Можно использовать соотношение с такими сторонами. Допустим, у нас одна сторона 90 сантиметров, она хорошо делится на 3. Получаем 30 сантиметров. Другую сторону значит берем 4 умножаем на 30 сантиметров, получаем 120 сантиметров. Тогда между этими сторонами 90 и 120 сантиметров гипотеноза должна быть 150 сантиметров. Она также делится на 5 и получаем мы 3 сантиметров. Если все сошлось, значит угол составляет 90 градусов. вот так можно проделывать с любыми размерами главное сохранить соотношение сторон предварительно прикручиваем торцевую рейку к ней прикладываем лист и направляем карнизную планку вдоль кровли далее строим треугольник если он сходится считаем что лист уложен верно его можно прикручивать края опиливал я уже там вот это вот соблюдал я участвую рейку эту перекрутил она в принципе уже давала этот угол 90 также я вот эти наши диагонали померил слухового окна у нас практически он ровно там разница там в 3 миллиметра так что я думаю так вот можно по этой рейке первый лист смело прикручивать листы прикручиваю клопами шагом через обрешетку и как говорит производитель саморез до конца не закручивать оставлять созор чтобы при температурных расширениях лист мог перемещаться ну вот собственно мы на первым куском готовые кровли тут еще говорю надо будет торцевые планки у них специально там свои еще подрезка в конце это тоже надо научиться делать еще попробовать попортить может даже посмотрим как будет идти а сейчас вот приступаем вот здесь мы будем делать первую картину и пойдем в ту сторону карнизные планки между собой креплю так тут вообще ничего сложного вот смотрите наша карнизная планка должна в этом положении стоять и здесь я запускаю ее на сантиметр в другую но так как здесь загнутый край он плохо встает то есть вот здесь вот стык сильно выпирает я просто вот начал отгибать вот этот краешек и просто сантиметр вот этот вот ножницами вырезаю срезаю просто и все и тогда вот это вот планочка вот это вот хорошо заходит следующую и нету сильного выпирания такого пошлите крепить вот видите шов такой более-менее получается там я потому что с той стороны я вообще сделал тут выпирающий такой некрасиво под картину укладываю уплотнительную ленту оставшиеся после монтажа контрабрешетки хоть как-то должно уменьшить шум от дождя вот так и проделываем лист за листом вообще нет ничего трудного когда выставлен правильно первый лист картины прижимают друг другу на мой нет молотка с резиновым наконечником но и так получается довольно быстро заметил что листы у края фальца держать не плотно как планки чтобы этого избежать карнизную планку надо прикручивать на свой саморез а сами картины у края не прикручивать пришел к этому не сразу но вы не повторяйте ошибок также на одной стороне делал кантик между листом и карнизной планкой около 3 сантиметров а с другой стороны делал вровель с карнизной планкой как по мне то лучше лист выдвигать на край и еще длину листа я мерил по длине контрабрешетки а так как у меня нет подрезки контрабрешетки друг другу конька она просто уложена по длине стропильной ноги если так мерить то не хватает 5 сантиметров поэтому надо эти 5 сантиметров учесть когда будете заказывать длину картины уложив последние цельные листы у меня остались доборные сразу скажу я изначально не начинал раскладку картин чтобы первая и последняя картина по ширине было одного размера так как в моем случае это были бы очень тонкие полоски что не так красиво смотрится но это у каждого на свой вкус и цвет перед тем как крепить доборные листы собрал лестницу для кровли собиралась с того материала который был под рукой из-за этого лестница получилась довольно массивной по ширине лестницу делал чтобы она аккурат влазил между фальцами кровли к лестнице также примотал к емку в местах опирания на кровлю чтобы не царапать покрытие листа доборные листы получал путем распила цельных с помощью лобзика а ушием с регулировкой оборотов тогда чего-то я еще не вспомню хотя и было бы намного проще отрезанный лист прижимал ровным бруском с помощью струбцин и отстукивал молотком там где я брал и листы менеджер говорил что так они не делают а просто используют керметик как поступать каждый думает сам перед тем как крепить торцевые планки надо прикрепить крайние листы самодельными кляймерами это нужно для того чтобы листы не сорвало ветом пока идет монтаж кровли кляймер можно сделать и из оставшихся обрезков металла процедура довольно простая нужны только ножницы по металлу и загибочный инструмент следующем что надо сделать это покрасить винт прогоны и кровельные саморезы так как все они темно-коричневого цвета а помню смотрел видео где парню собирали тоже черную кровлю и там были саморезы и винт прогоны коричневого цвета так он сказал что они бросаются в глаза а так как есть краска то мне не составил особого тудра покрасить данные элементы красил с баллончика черной краской с матовым оттенком как у основной кровли немного затянул процесс покраски саморезов так как их необходимо было выставлять по одному пока все сохнет приклеим аэроэлементы на коньке кровли это работа нетрудно больше неудобно так как приходится сидеть на удобной позе перед тем как клеить желательно протереть кровлю от пыли и грязи сейчас приступаю к монтажу торцевых планок для этого уже должны быть прикручены бруски сечением 50 на 25 миллиметров на которой будем крепить планки я попробовал несколько вариантов подрезок планок но остановился на этом замеряем высоту фальс она нужна для зарезки планки с наружной стороны а сейчас давайте наглядно покажу я использовал вначале ножницы но потом перешел на болгарку у которой регулируются обороты в целом и теми тем инструментом можно работать но сушуэн получается быстрее смотрите первым делом что мы делаем это откладываем так как высота фальса у нас три сантиметра это вот на нас будет линия загиба вот это вот вся сторона она отпиливается она нам будет не нужна это все будет нам не надо с этой стороны вот этот кусочек он тоже будет не надо а вот эту сторону я буду загибать ее в принципе можно и отрезать но я посмотрел что когда ее загибаешь вот это вот грань она красивее смотрится то есть нету такого вот обрезанного голого металла и когда закрыто покрасивее все это дело смотрится поэтому вот эту вот часть отрезаем здесь сделаем два пропила вот в этом месте и вот здесь вот пропил делаем все я буду пропиливать болгаркой у меня просто болгарка есть с регулировкой оборотов я ставлю на вторую скорость и у меня я спокойно пропиливаю и у меня металл не горит не жжется ничего с ним не происходит то есть его даже после пропила сразу можно спокойно рукой брать там ничего горячего нет производитель просто рекомендует брусок на торец который там мы цепляли 50 на 30 а 50 на 30 таких нет получается я прикручивал 20 25 дюймовку и получается что у нас одна сторона будет упираться вот как есть вот эти три сантиметра стоит а второй типа на пять миллиметров будет ниже у нас такой типа с углом заломанным будет и там смотрите так как у нас брусок два с половиной сантиметра Надо пропилить еще вот здесь, так как я эту планку загибать буду, если вы будете отрезать, то этого делать не надо. 25, потому что у меня здесь будет проходить капельник, мне надо вот вырезать здесь, чтобы пропустить через капельник, здесь такую пошире лучше делать. Смотрите, помните, я говорю, когда мы загнем, здесь мы три сантиметра оставляем, у нас здесь опустится эта сторона, ну так вот под углом будет стоять. И чтобы вровень с крышей было, здесь надо 5 мм нам отстругать. Вот так вот. Как видите, когда знаю, что делать, то процесс происходит очень быстро и поэтому смонтируем все торцевые планки. У торцевых планок слухового окна еще необходимо сделать подрез паскатую кровлю, с помощью угольника я замерял угол кровли и его отложил на планке. Далее я сделал рез с помощью ушей, так оказалось намного легче. Все последующие резы я делал только с помощью ушей. В торцевых планок осталось только сделать рез на коньки. Немного было страшно, так как это все на виду, но с помощью угольника получилось отрезать все ровно и красиво. Результат вы можете видеть. Вот как-то так получается. А вот сейчас меня ждал сюрприз. Как я уже говорил, контррешетку я не подрезал на коньке, а укладывал по стропильной ноге. В коньке у меня получился зазор, и если начать крепить вентпрогоны по обрешетке, то получится так, что коньковая планка не перекроет эти вентпрогоны. Долго решил как делать, но пришел к такому решению. Вентпрогоны смещают как можно ближе к коньку, чтобы коньковая планка их уже могла накрыть. Одну сторону прогонов я прикрепляю с помощью кровельных саморезов, ранее выставленной шнурки. А под каждую сторону, которая в воздухе, я закручивал черные саморезы длиной 120 мм в торец обрешетке. Таких саморезов я вкручивал пару на один прогон, после чего получается достаточная жесткость, чтобы легко прикрутить коньковую планку. Коньковую планку прикручивал на один кровельный саморез, между фальцами. Думал будет достаточно, но по итогу была волна. Достаточно хорошая картина получается с двумя саморезами, но так как крутил один уже посередине, то надо было растягивать уже на три самореза. Зачастил, но от этого вид не испортился, а волна прошла. Если остались какие-то вопросы, пишите, если не трудно, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова